Вот все и поехали до дома. До колодца Галине Петровне ходить недалеко, но самой тащить телегу с ведрами все равно тяжело. Центральный водопровод в доме у женщины есть, но трубы засорились еще в начале лета. Ремонтировать никто их не торопится. Я вот сегодня звоню, он раз отключится, раз отключится, спросит. Когда приедете трубу прочистить, там 15 минут. У Степнова Алексеевича спросила, они не обязаны дома делать. А кто, говорю, обязан? Ну кто обязан-то мне делать? Я не говорю, что вы бесплатно мне сделаете, я заплачу. А районная коммунальная компания, говорят старожилы, часто меняется. Она успевает сделать точечный ремонт и то через раз, в то время как нужно почти полностью менять изношенные трубы. У большинства из 500 жителей села вода в доме не течет. Люди готовы митинговать. Там лягушатник этот китайский стоит, и он полтора очка качает. На всю деревню надо четыре, а он полтора качает. И вот попробуй, попробуй, чтобы у людей была вода. Вот когда дали четыре давления... Не надо, не надо, не надо. Когда дали четыре атмосферы давления, я вам покажу, как трубы порвало, сейчас ведется ремонт. Часто порывы, действительно, когда заменили башню, увеличили напор воды в системе и стало рваться. Вот это правда. Я вам покажу сейчас трассы, где вот это... Даже трубы староватые, наверное. Староватые, очень староватые. Но глава села лишь разводит руками. Говорит, проблему должна решать обслуживающая организация или комитет по ЖКХ. Дозвониться до последнего не удалось. Мы ждем комментарии водоснабжающей компании, чтобы выяснить, кто должен чинить поселковые сети. А пока жители в панике. В домах вода едва-едва течет. А если подрядчик перекроет все самовольно выкопанные колонки, усть-алейка окажется полностью обезвожена. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком.